В ближайшее время вековой юбилей отметит одно из наиболее узнаваемых учреждений Карачаева-Черкесии. Расположенный в центре черкесской республиканской столицы библиотека имени Халимат Байрамукова совсем скоро исполнится 100 лет. О прошлом и настоящем этого учреждения культуры в сюжете корреспондента Артура Мхце. Сложно представить, но в былые времена для получения в библиотеке необходимой книги нужно было отстаивать очередь. Люди приходили сюда как вводчину знаний, истории, культуры, искусства. Знакомились, общались, дискутировали. Теперь это скорее дом наук, который, несмотря на огромные возможности глобальной паутины, всё равно притягивает людей, которые стараются изучать как можно больше. У нас хранятся с довоенных периодов книги изданные, у нас хранятся газеты, подшипки газет 40-х годов, 30-х годов по сегодняшний день. Этой литературой сегодня пользуется читатель. Мы постарались все эти издания сделать таким образом, чтобы они превратились в книжные памятники. Богатое наследие народа в Карачаево-Черкесии удалось сохранить во многом благодаря как раз этому учреждению культуры. В нынешнем году не только регион отмечает вековой юбилей, но и республиканская библиотека имени Халимат Байрамуковой. Библиотека в 1922 году была помещена, организовывалась в доме адвоката Алиева со 170 книгами. В разные годы переезжала библиотека в разные места. И вот в 1962 году наша библиотека стала переходить в новое построенное специальное здание. Она вот сейчас, мы где находимся. Галина Дощук работает здесь больше 50 лет. Была задействована почти во всех отделах. Всегда радуется большому количеству читателей. Старается, чтобы каждый пришедший в здание человек не жалел о потраченном времени. Были такие времена, что было у нас, ну не знаю, может быть до 100 человек чуть ли не. Присяли люди, рефераты, контрольные работы делали. Мы книги эти находили, ксерили. В общем, в последнее время, конечно, меньше читателей стало. Но все равно мы работаем. Это мы куда спускаемся? Это мы сейчас идем в сокровищницу нашей библиотеки, в депозитарный фонд. А что здесь находится? Здесь находятся книжные памятники, книги, которые изданы в единственном экземпляре. В библиотеке хранятся около 65 тысяч изданий различной тематики. Большое количество периодики разных лет. Есть даже старенькие, написанные на латыни буквари. У нас именно в этом отделе особые условия хранения. Не выше 18 градусов желательно, потому что эти книги у нас на постоянном хранении. При иных условиях хранения эти издания вряд ли дожили бы до наших дней. А так, у посетителей библиотеки есть возможность знакомиться с публикациями, узнавать, что интересовало жителей Карачао-Черкесии 50-85 лет назад. А через этот отдел прошли, наверное, почти все жители Черкеска. В настоящее время абонементы находятся на руках у 7,5 тысяч человек. Читатели разного возраста. И пожилые, и молодые, учащиеся в школах, студенты. Категории все представлены. И мы стараемся им оказать, ну, предоставить нужную информацию. За последний год библиотека смогла приобрести издание на 700-800 тысяч рублей. По нынешним временам это довольно солидное пополнение. Что-то дарят читатели. Именно с этого отдела комплектования фондов и начинается путь книги по учреждению культуры. Впрочем, труд сотрудников библиотеки заключается не только в обслуживании читательского интереса населения, но и в собственном поиске недостающих страниц в истории Карачао-Черкесии. В том числе при участии библиотекарей в свет вышли десятки книг военно-патриотической тематики. И эта работа, как и по всем остальным направлениям, будет продолжена. Артур Махцем, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачао-Черкесия.